Думай по добродельному Думай по добродельному Думай по доброделу И плюс непосредственно молодая гвардия Изготовила экологический видеоролик Московской области И мы сегодня на практике посмотрим Какие ребята выявят Экологические проблемы Которые касаются именно их Где они проживают, где они гуляют, где обучаются И сегодня непосредственно Также ребятам расскажем про Областные экологические акции И городские, которые состоятся Уже у нас 23 апреля Где будем наводить порядок? Этот вопрос прошел лейтмотивом всего урока. На импровизированное дерево команды прикрепляли листочки с обозначением той или иной городской проблемы, которая, на взгляд ребят, требует решения. Наиболее острыми для города десятиклассники определили три проблемы. Нехватка парковочных мест и как результат парковки на тротуарах и газонах, что недопустимо. Необходимость наведения чистоты, особенно на тротуарах, а также состояние железнодорожного моста на станции. В настоящее время мост требует реконструкции. Кроме того, ребята обратили внимание на необходимость наличия площадок для выгула собак, ливневой канализации, велодорожек вдоль магистралей, на разнообразие детских площадок и другие темы. Гости обозначили тему урока «Думы по добродельному». Нас прежде всего заинтересовало, а знают ли ребята, что такое добродел? Оказалось, не все, но знают. Слышу, что сайт «Добродел» может туда подать жалобу о том, что не так по коммунальным услугам. А было желание подать какую-нибудь жалобу? Было один раз, когда были проблемы с отоплением зимой. Я знаю, существует такой сайт, в котором можно оставить свою заявку или как-то помочь пожилым людям, социально незащищенным слоем населения. Я знаю, из моих родственников бабушка обращалась. Я не помню, по какому вопросу, но я помню, что обращалась. Вы ей ответили, что не было? Да, ответили. Положительно, я надеюсь. Более подробно о сайте «Добродел» как раз и запланировали рассказать гости. То есть ознакомить их с сайтом «Добродел», созданным губернатором Московской области, и который находится на последней стадии контроля на госадмитекнадзоре у Татьяны Семеновны Гитаршевой. То есть мы контролируем сроки исполнения. Сроки исполнения очень жесткие. В течение 7 дней должны дать ответ заявителю на его обращение. И самый больший срок о назначении исполнения таких длящихся правонарушений, то есть можно определять только на полгода, не более. То есть в течение этого времени должны все вопросы решаться. Это уже не первое занятие, которое служба госадмитекнадзора проводит в школе. Подобные уроки проводятся ежегодно, весной во время месячника по благоустройству, перед началом учебного года 1 сентября и зимой. Лариса Панина, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова